Синий верх, как медленная птица, красный вниз, как солнечный закат. Завершается профилактический ремонт одного из главных символов Приморской столицы – фуникулера. Это регламентные работы, ежегодные. Технадзор контролирует техническое состояние фуникулера, поэтому, если возникают какие-то вопросы по вагонам, мы исправляем. В этот раз мы закончили уже с переборкой ходовой части вагонов. Сейчас остается немножко профилактика какая-то еще. Ну а впереди что еще осталось? Сдать, что все это функционирует как надо, чтобы технадзор нам подписал бумаги на открытие. В Владивостоке находится единственный фуникулер в стране, который все еще является общественным транспортом. Сохранить его удалось благодаря коллективу профессионалов. Так, после завершения работ проводятся ходовые испытания, которые позволяют перед запуском еще раз проверить работу основных механизмов с максимальной нагрузкой. Испытания разделяются на два этапа – статические и динамические. Статические – это на проскальзывание троса на канатоведущих шкивах, когда грузится вагон полуторным весом. То есть, это пять с лишним тонн груза на вагонах. А динамические – это когда уже остается 3 тонны 200 килограмм песка в вагонах. Это загрузка плюс чуть-чуть, там 10%, я сейчас не помню цифры. И уже динамические, то есть реально имитируется обрыв троса. В АО «Электрический транспорт» всегда внимательно следят за состоянием фуникулера, его надежность и безопасность – важнейший вопрос. В этом году работы начались с 1 июня и планируется, что откроется фуникулер уже в начале июля, к дню рождения города. Он по-прежнему очень востребован как жителями, так и туристами, которые нередко включают такую поездку в свой маршрут. В этом году фуникулеру исполнился 61 год. Все эти годы машинисты, кондукторы, слесарь-электрики хранили городское сокровище. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.